Так, Сатурн на низких настройках съедочувствительности. Виден бледненько. Сегодня 12 июля 2020 года. Так, отошел. Даже на экранчике очень хорошо. Чудненько. Садится уже за горизонт Сатурн. Конкретизируем 3.43 по Киеву. В Харькове. 12 июля 2020 года. Хотел все раз снять на низких настройках съедочувствительности, но так увлекся съемкой комметы, что сел аккумулятор фотоаппарата. Фотоаппаратник Enculpix 5000. Пошли к Юпитеру. Не будем повторять ошибок в прошлом. Коротенько все снимем. Да, очень жаль, но комета исчезла. Натурально исчезла. Если я вчера ехал на съемку ночью, она посреди неба зияла, прорехая. Войны и миры. Та-да-да-дам. То сейчас ее попросту нет, как, впрочем, не было и предыдущие десятилетия моей жизни. Но почему-то ощущаешь утрату. За две ночи я уже с ней сроднился. А теперь сбежала комета невеста моя. Жаль. Ну ничего, все равно получились хорошие съемки. Видео, может, не такое впечатляющее на этом же канале YouTube. В группе сообщества фотографии. Так это я пытаюсь на Юпитер навестись. Не сведя на нет нервные окончания. И расчет такой, что хочу увидеть полосы. Низкие настройки святочувствительности не позволяют видеть спутников Юпитера. Но дают иногда возможность разглядеть полосы на самом Юпитере. И я даже не знаю, что лучше. Сейчас попробую резкость выцеганить моего замечательного фотоаппарата. Фотоаппарат на штативе. В общем-то, штативом я сейчас регулирую. Я буду обращать направление объектива и пытаюсь. Все, отошел. Ох, че это мне не видно полос. Сейчас уже очень низко над горизонтом. Юпитер, наверное, поздновато. Хотя я и в светлое время. А не в том, что светлое, а в том, что через плотные слои атмосфера. Приходится на Юпитер смотреть. Уменьшил немного кратность. Сейчас тут 125. 125 крат увеличения оптического и 4 цифрового. Сейчас я цифровое практически снял все. Оставил оптическое. Наверное, уже просто слишком низко над горизонтом Юпитер, что ли. Земная, пыльная, грязная атмосфера позволяла. Так, увидеть его качественно. Давай покажу восход. По-моему, красиво. Вон Венера, я не знаю, сейчас видно или нет. Сейчас наведусь на Марс с Луной. Вчера я говорил, что сближение Марса с Луной. Ну, очевидно, что сегодня они гораздо ближе. Так что, вчерашняя информация, признается, недействительная. Ух ты, как неудобно. Сейчас, ребятки. Девчатки. Я не знаю, что это. Я не знаю. Я не знаю. Пытаюсь попасть на Марс. нахожусь в дико неудобной позе раз корячку надеюсь отошел максимальное увеличение сейчас низкие настройки светочувствительности позволяют четче видеть Марс в общем любые очертания любой планеты 114 миллионов было до Марса когда я последний раз смотрел сколько до его расстояния информация может быть недостоверной на несколько миллионов километров так что собирается на Марс учтите этот нюанс так было у нас полнолуние четвертого когда я начинал эту великолепную как для меня я попью съемок парада планет а теперь у нас полнолуние заменено полулунием все отошел даю возможность нашей красавице луне продемонстрировать все свои боевые шрамы от астероида комет не получится да хотел сказать комет но чтобы были кометы нужна атмосфера дабы было где сгорать астероидом болидом поднимаются ветерочек у нас девушка музыка музыку прислала на одно из видео на фоне луны проходящей по кадру говорит классно было бы музыка классно звучала бы музыка ну музыка такая транквилизаторная успокаиваешь у меня все время почему-то в голове звучит когда я смотрю на луну пергин в пещере горного крана так это у нас последняя пара нашего сегодняшнего парада планет Венера и Альдебаран ну Альдебаран с Венерой вчера сходился точно то есть они были четко вертикально расположены в низу Альдебаран вверху Венера сегодня Альдебаран уже сместился правее о комары появились вчера и комаров не было все на комету смотрели сегодня комаров нет то есть сегодня кометы нет зато объявились комары все даю возможность Венера влезть в кадр самостоятельно что-то она не торопится все отошел до Венеры было вчера 64 миллиона километра она удаляется так что сейчас наверно пускай будет 66 кто проверит или как мне в комментариях сказали это кто вам написал что до Сатурна миллиард 350 миллионов километров какие ваши доказательства в общем-то нечего возразить какие мои доказательства ну что сейчас буду снимать на обычных стандартных настройках автоматических жаль конечно что пропала комета наша Нео Вайс вот здесь она вчера находилась висела прямо как как будто всю жизнь там была а вот оказывается нет пару дней и она исчезла пару ночей ничего я ее запечатлел и теперь могу в любой момент полюбоваться вчерашней видеозаписью сейчас буду переключаться уже объективы выползают так далеко сантиметров на сорок наверное что перевешивают треногу так наверное знаете что я сейчас сделаю я сейчас наверное оставлю вас наблюдать за движением я сам возьму второй фотоаппарат и сниму этот Nikon Coolpix на треноге выложу в следующем видео наслаживай так включаю включаю свой фотоаппарат Sony старенький в четырнадцатом году его покупал так сегодня наверное надо на эту видеозапись еще озвучить сегодня у нас 12 июля 2020 года в Харькове 4.00 сейчас пропикан по Киеву вот он телескопище в котором такое телескопище фотоаппарат Nikon Coolpix 5000 о плена уже ушла ух ты сейчас будем пока я распаковывал Sony DSH по моему HX HX300 не поймется что я от него хочу на чем сфокусировался в общем на Sony 50 крат оптики на моем старичке рабочем следующее видео посмотрите в общем сейчас видно как Nikon снимает сейчас еще раз наведусь я сейчас уменьшу кратность потому как слишком быстро через кадр проходит лозун я не успеваю с Sony ничего сделать сейчас наведусь снимаю сомку через об удар наложусь слиянием Марса и Луны сейчас видно резкости не глупую сейчас спокойно ближе это автофокус работает вот максимальное величинное для Sony HX300 снимаю с рук через окулер так что дружит это голова на руки ужас что такое возраст а вот это масс у нас исчезла луна тем временем сникона сейчас сниму Sony DSC это будет честно а настройки не позволят светочувствительность слишком маленькая господи какой он малюсенький он мне когда-то казался большим ну конечно на фоне Nikon он крошечный старичок ладушки пошли снимать Венера дальше а то чтобы он на то переключился жаль что помета исчезла прекрасно что она была хорошо все 12 июля 2020 год Харькова так точно когда